сегодня у нас 26 декабря 2018 года я владимир пащенко с города барнаула прочел одну книгу очень поучительно интересную вот она называется на быть на видео она называется золотые руки написал ее бен карсон это нейрохирург в америке который он негр происхождение именно и очень был известный да и сейчас он известный остается потому что он еще до сих пор живой еще и очень мне понравилась эта книга на поучительное и назидательное то что этот человек был верующий адвентистом и во время своих операций он всегда молился звал богу когда особенно очень будет сложная ситуация когда у него просто он не знал что делать и молитва богу помогала ему и это согласно слову божия вот в библии написано в неканонических книгах книга серахова 38 глава с 12 по 15 стих и дай место врачу ибо и его создал господь и да не удаляется он от тебя ибо он нужен виной время и в их руках бывает успех ибо и они молятся господу чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление продолжение жизни но кто согрешает предсотворившего да впадет в руки врача восклицательный знак вот это согласно слову божия то есть врач должен молиться ну наше время не всегда конечно так вот я решил начитать эту книгу сейчас начну следующая страница как выглядит советую всем прочитать много полезного для себя возьмете за это книги называется бен карсон золотые руки издательство источник жизни 2003 год написано книга рассказывает о необычайной жизни совершенно обычного негритянского мальчика поставивший перед собой цель стать врачом ему пришлось пройти через многие испытания и трудности но его трудолюбие и доверие богу сделали мечту явью для широкого круга читателей посвящение эта книга посвящается моей матери сони карсон посвятивший всю свою жизнь тому чтобы мы с братом получили возможность вырваться вперед введение еще крови быстро эта негромкая команда словно взорвало тишину операционной близнецы получили 50 единиц крови но кровотечение не прекращалось у нас уже нет крови нужной группы ответил кто-то мы все использовали после этого объявления в операционной возникла тихая паника весь запас крови резус отрицательной четвертой группой имевшийся больнице джона хопкинса был исчерпан семимесячные сиямские близнецы с ровшись все головками нуждались в крови в противном случае у них не оставалось ни одного шанса на поправку и на нормальную жизнь в будущем мать близнецов тереза биндер нашла только одну группу хирургов во всем медицинском мире которые согласились на попытку разделить ее малышей и сохранить жизнь им обоим другие хирурги говорили что подобно невозможно необходимо пожертвовать одним из мальчиков обречь одного из сыновей на смерть тереза не могла даже думать об этом хотя дети были соединены затылками в семь месяцев каждый из них уже сложился как личность один играл пока другой спал или ел нет мать никак не могла согласиться на это после нескольких месяцев поиска она обратилась в больницу джона хопкинса большинство и 70 членов хирургической бригады предложили свою кровь понимая что нельзя терять время вот уже в течение 17 часов трудная утомительная тонкая операция для таких крошечных пациентов проходил неплохо все удавалось анестезия была сделана успешно хотя из-за общих кровеносных сосудов и оказалась весьма сложной процедурой запуск аппарата искусственного кровообращения занял меньше времени чем ожидалось сказывались пять месяцев подготовки и бесчисленной репетиции добраться до того места где близнецы соединялись между собой оказалось не особенно трудным делом для любого молодого но достаточно опытного нейрохирурга однако из-за подключения аппарата искусственного кровообращения кровь потерял способны к свертыванию в результате чего все участки мозга младенцев которые могли кровоточить кровоточили к счастью городской банк крови быстро доставил необходимое для продолжения операции количество крови понадобилось все мастерство все навыки и вся изобретательность каждого из хирургов чтобы через два часа остановить кровотечение операция продолжалась наконец специалист по пластическим операциям пришил последний лоскут кожи закрывший разрезы и тяжелое 22 часовое испытание окончилось впервые в истории хирургии сиамские близнецы патрик и бенджамин смогли существовать раздельно друг от друга измученный главный хирург продумавший и исполнивший план все операции был родом из негритянского гетто города дейтройда канди карсон написал глава 1 прощай папа ваш отец не будет с нами жить он уходит от нас нет нет давился я слезами не понимая того что говорит мама я же люблю папу и он тебя любит бенни но он должен уйти навсегда зачем я не хочу чтобы он уходил пусть останется с нами ему нужно уйти он хочет уйти из-за того что я что-то не так сделал нет бенни конечно нет папа любит тебя я разрыдался сделать так чтобы он вернулся не могу поверь мне не могу сильные руки мамы крепко обняли меня она старалась утешить остановить слезы постепенно мои рыдания прекратились я затих но едва мама ослабила объятия на нее снова посыпались мои вопросы твой папа мама запнулась и хотя я и был мал я сообразил что она подыскает нужны слова чтобы объяснить не то чего я не хотел понимать бенни твой папа поступил плохо очень плохо но ты ведь можешь простить его и тогда он останется я усиленно тер глаза тот дело не в прощении бенни но я хочу чтобы он остался с нами с куртисом со мной и с тобой мама снова и снова пыталась объяснить мне почему уходит папа но могла ли она убедить восьмилетнего мальчика даже сейчас оглядываясь назад не могу сказать помню я хоть малую долю причины его ухода даже если до меня что-то и дошло я не желал об этом думать мамины слова о том что папа не вернется домой разрывали мое сердце я очень сильно любил отца папа всегда был ласков с нами он часто отсутствовал но возвращаясь домой сажал меня на колени и играл со мной он был очень добр верно на его больших сильных руках сильно выделялись и мне нравилось играть с ними я нажимал на них и наблюдал как они появляются опять я смеялся со всей силы напрягая маленькие ручонки смотри они снова тут отец сидел спокойно позволяя мне наиграться вдоволь иногда он говорил видно ты слабо жмешь тогда я нажимал еще сильнее естественно ничего не менялось я быстро терял интерес и начинал новую игру хотя мама и сказала что папа совершил плохой поступок я не мог допустить мысль что он плохой поскольку он всегда был очень добр ко мне и брату иногда отец дарил нам подарки безо всякого повода думаю тебе это понравится говорил он как бы между прочим но глаза глаза его блестели каждый вечер до самовозвращения отца с работы я следил за часами и надоедал матери вечным вопросом но скоро потом выскакивал из дома ждал его ворот и дождавшись смотрел как он идет по аллее папа папа кричал я и мчался ему навстречу он подхватал меня на руки и нес в дом в 1958 году когда мне исполнилось 8 лет все кончилось папа ушел из дома навсегда моему обиженному сердечку казалось что наша жизнь закончилась я не мог представить себе жизни без папы и не знал удастся ли мне и кортису моему десятилетнему брату увидеть его снова не помню как долго я плакал требовал объяснений но уверен что тот день был самым грустным днем моей жизни вопросы лились рекой слезы тоже недели две я бомбандировал маму всевозможными аргументами убеждая ее найти способ вернуть папу домой как мы будем без папы почему ты не хочешь чтобы он остался он будет хорошим я уверен спроси его он больше не станет делать ничего плохого мольбы мои не достигали цели так как родители заранее обо всем договорились матери и отцы наставил я должны быть вместе со своими маленькими сыновьями конечно бы не но иногда получается не так как должно быть не понимаю почему возражал я я вспоминал как мы жили с отцом по воскресеньям он обычно катал меня и куртиса на машине мы посещали разных людей а особенно часто одну семью пока отец разговаривал со взрослыми мы играли с детьми потом мы узнали правду у нашего отца была другая жена и дети не знаю как мать обнаружила его двойную жизнь она никогда не делилась с нами своими проблемами только теперь я взрослый человек с горечи понимая что мама погубила свою жизнь укрывая нас от столкновения со злом мы ведь уже догадывались как и от чего она страдает все же я думаю мама поступала правильно скрывает нас поступки отца много лет спустя я наконец понял что она имела ввиду говоря о других женщинах и наркотиках мама давно знала о другой семье отца я чувствовал что в отношениях между родителями не все в порядке когда они ссорились отец уходил из дома он уходил все чаще все дольше не возвращаясь я не мог понять почему теперь мое сердце разрывалось от маминых слов твой папа больше не вернется я ничего не говорил матери но каждый вечер молился перед сном дорогой господь помоги маме и папе помириться в глубине сердца я верю что бог может помочь им и мы снова станем счастливой семьей я не хотел их развода и не мог представить себе наше будущее для отца но папа так и не вернулся домой шли дни недели и вдруг я понял что мы можем обходиться без отца мы обеднели я замечал что маму это беспокоит хотя она ничего не говорил нам с куртисом годам к одиннадцати поумнев я сообразил что втроем нам живется счастливее чем жилось вчетвером вместе с отцом в семье царил мир дом не заполняло больше узасшающее молчание вселявший в нас страх и гнавший меня в свою комнату меня тогда не понимавшего что происходит и почему мама и папа не разговаривали друг с другом примерно в то время я перестал молиться о воссоединении родителей правда для отца с мамой лучше жить врозь спросил я у куртиса ага похоже на то ответил брат как и мама он не любил долго распространяться о своих чувствах но я понял что и куртис сам того не желая признал что нам без отца стало лучше размышляя о своих чувствах после папиного ухода я не могу вспомнить всех случаев когда злость и обида овладевали мной мама говорит что эти переживания причинили нам с куртисом много боли несомненно уход отца тяжело отразился на нас еще мальчишках тем не менее в моей памяти ярче всего последующего сохранился тот первый день окончательной разлуки с отцом может быть именно так забыв все остальное я исправился с глубокой обидой у нас нет на это денег бы не после ухода отца куртис и я сотни раз слышали эту фразу и конечно это была правда как и раньше я просил игрушек и сладости но скоро по выражению маминого лица научился понимать насколько и тяжело отказывать нам в наших просьбах тогда я переставал просить то что наверняка не мог получить бывали случаи когда мама вдруг вспыхивала негодование потом она успокаивалась и объясняла нам что хотя отец по-прежнему любит нас но денег на наше воспитание не дает я смутно помню как несколько раз раз мать ходила в суд пытаясь получить алименты после этого месяца или два отец послал деньги всегда меньше чем было положено но непременно находя для недодачи благовидный предлог сейчас я не могу выслать всю сумму говорил он но немного позже доплачу обязательно однако никогда не доплачивал в конце концов мать бросила попытки получить от него финансовую помощь я понимал что наша жизнь стала гораздо тяжелее потому что отец не дает матери денег моя ребяческая любовь к отцу такому доброму и нежному не позволяла мне возненавидеть его в то время я не мог понять почему он по-прежнему сильно любя нас не дает нам денег на еду мама редко осуждала отца во всяком случае при нас потому-то я и не испытывал к нему недобрых чувств я не могу припомнить ни одного случая чтобы она его ругала еще важнее было то что мать постаралась обеспечить для нашей составящего теперь из трех человеков семьи ощущение безопасности прошло какое-то время после ухода отца и я постепенно стал радоваться тому что живу именно с мамой и братом настолько счастливы мы были семьей моя мама молодая женщина происходившие из многодетной семьи и не имевшая достаточного образования столкнулась в жизни со множеством трудностей но она сумела преобразить свою жизнь и нам помогла добиться многого я слышу голос матери которая невзирая на многочисленные неприятности говорит все будет хорошо бы не ведь это не пустые слова она в них верила верила так что сумела и нас с куртисом убедить и слова ее подарили мне спокойствие и уверенность себе часть маминой силы шла от глубокой веры в бога а ее природная способность поддерживать куртиса и меня основалась на ее собственной твердой убежденности вверх в верность каждого своего слова мы знали что они богаты но какие бы ни случались с нами неприятности не особенно беспокоились о пище и крыше над головой отсутствие отцовской помощи ли легко на мать легло на тяжелым временем она никогда не жаловалась но по крайней мере нам и не заботилась о себе она все взвалила на свои плечи и я это понимал как бы надолго она не уходила на работу я знал что это делается ради нас ее преданность и жертвенность оказали на мою жизнь огромное влияние авраам линкольн однажды сказал всем чего я добился и чего еще надеюсь добиться я обязан своей матери я не уверен что хочу сказать то же самое но твердо знаю личность моей мамы мамы sony carson оказалась на мою жизнь первое и самое сильное влияние невозможно начать рассказывать о моих успехах не сказав о влиянии матери поэтому свою историю я начну с рассказа о ней